В Московской области введена новая мера социальной поддержки. Это выплата на приобретение одежды и питания для ребёнка-инвалида, который учится в образовательном учреждении очно или на дому. Потому что данная выплата у нас производится один раз в год. Сумма её составляет 13 тысяч 20 рублей. И хочется отметить, что не для всех она предоставляется, а для тех семей, в которых подушевой доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. На сегодняшний день эта сумма – 18 тысяч 234 рубля. Есть ещё одно условие для получения данной льготы. Родители или законные представители должны иметь постоянную регистрацию в Московской области. Кстати, данное требование не распространяется на самого ребёнка-инвалида. Важно отметить, что если в этом году, в календарном, вы не получили данную выплату, не обратились или у вас было превышение доходов, в следующем календарном году получить за прошедший год нельзя будет. То есть один раз в календарном году. В настоящее время законодательно уточнена ситуация способиям для детей-инвалидов, которые воспитываются в приёмных семьях или находятся под опекой. Если ребёнок имеет пособие по опеке, то есть имеет денежное содержание, опекун получает на данного ребёнка, а также вознаграждение за исполнение своих опекунских обязанностей, данное пособие не предусматривается. А если ребёнок-инвалид воспитывается в многодетной семье, то родители должны выбрать между двумя мерами социальной поддержки. Либо 3 тысячи, как ребёнку из многодетной семьи на приобретение школьной одежды, либо 13 тысяч 20 рублей на ребёнка-инвалида, обучающегося в семье, который имеет доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, документы, подтверждающие наличие инвалидности и обучения в образовательном учреждении. Таков список необходимых документов для подачи заявления, которые можно предоставить в отдел соцзащиты до конца ноября.